Автоблогер, директор компании, Fokin Auto. Мы начали снимать ролики длинные, короткие, рассказываем про автомобили, которые мы покупаем для клиентов, также для себя, предлагаем их людям, которые, как стали, они хотят ждать автомобиль. Если это девушка, скорее всего, красненькая или зелененькая. На самом деле, очень красная машина пользуется плохим спросом. Там были и цвет морской волны, и цвет морской звезды, и какие там только не было, но они все довольно-таки пошарпаны. На них любая вот косточка очень сильно видна. Поэтому я купила серую. Я человек старой фармации, поэтому у меня если запись, то блокнотики. Не меняя расположение пальцев, переведите карандаш на другую часть кувшина и сравните размеры. Приветствуем всех любителей вкусно перекусить. Это Есть Тудэй и с нами наш постоянный партнер, группа предприятий Янта, для тех, кто любит повкуснее. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Итак, друзья, как вы могли догадаться, это именно Есть Тудэй. Меня по-прежнему зовут Илья Мороз, и Наталья, сегодня какая у тебя фамилия? Зимняя. Зимняя? Ну почему нет? Ну да, зима уже вот здесь, я вижу ее на носу. Я вижу вначале зиму, а потом нос свой. Ну на днях должно быть, кстати, тепло. Да? Да. Интересно, ну ожидаем, ожидаем. У тебя как, ты смотришь прогноз погоды на телеканале Тельмикс, или у тебя есть какое-то чутье? У меня есть бубен, я в него стучу, если я хочу тепло. Кстати, про бубен сегодня поговорим, у меня есть одна новость. Раз мы ее захватили, я прямо сейчас расскажу одну интересную новость, касаемо бубна. Итак, внимание. Кто-то что-то вызвал. В Кирове за 4,4 миллиона рублей продают бубен, помогающий скорому замужеству. Артефакт, по обещаниям владельца, способствует скорее найти вторую половинку. Вот тут, не знаю, как показать, он очень такой ржавый. Аутентичный, он очень шаманский, такой прям, да, этнический. Ну у нас, слава богу, с тобой проблем нету в этом плане, да? Поэтому, но стучать не придется в него. Аутентичный, я почти замужник. Вот, ну в бубен никто не стучал, вот. Ты знаешь, по какому принципу, наверное, он работает? Почему будет проще найти? Просто представь. Кстати, есть психолог, который говорит, что с ненормальными женщинами жить намного веселее, чем с адекватными. Так вот, стоит где-то в центре, кого? Кирова? В центре Кирова стоит женщина, ну, лет 35-40, и просто посереди прям площади стучит в очень этнический бубен. Она, как минимум, уже будет очень заметна, и кто-нибудь в ней заинтересуется. Вот тебе и 4 миллиона, пожалуйста. То есть, в принципе, ты можешь стучать в любой бубен. Хорошо, если девушка, то да. А если мужчина, просто подумать, что его привезут, на скорости его везут. Нет. Скорее всего. Друзья, надеемся, что на канале Тельмикс новости у нас гораздо благоприятнее. Давайте посмотрим их. Итак, друзья, надеюсь, что новости там хорошие у нас, в нашем замечательном городе. И, я думаю, байки с бубном мы можем позабыть. Давай что-нибудь интересное, что у тебя там. Давай что-нибудь интересное, действительно, из интересного и полезного. Не то, что у меня, как обычно, да? Сегодня, да, я ехала и слышала новость. Я ее услышала урывком, поэтому решила на всякий случай найти в интернете, чтобы не соврать. Потому что она, действительно, ну, какая-то крутая вещь. А где ты слышала? Тут ехала и слышала. То есть, у тебя было открыто окно, ты едешь где-то. Нет, я включила Радивко. Пик-пик. И там, здравствуйте. Радивко FM? Да. Интересно. Если бы у меня была моя ФМ-волна, я бы ее так называла. Радивко FM. Все же такое. А как бы ты заставку сделала? Ну, типа, начинается... Ну, там бы как у белоснежки птички перей, такие... А-а-а. Все. Все, собственно. А слоган какая фраза? Не знаю. Давай я тебе сделаю. Давай. Например, как бы звучало, если бы это делал я. Давай. Начинается вот птички. Ага. Радивко FM. Нет, у тебя слишком брутально. У меня была бы милая Радивко. Ну, давай, ты скажи. Радивко FM. Ту-тун. И такой звук-блесток. Да-да-да. Волшебный. В Японии. Так. Не изобрели Радивко FM, но изобрели виртуальные очки, в которых врачи скорой помощи могут приезжать на прием. Что значит? Какая у них основная функция? Эти очки позволяют подключаться к ним уже из больницы в Японии. И врачи, которые смотрят на пациента, который происходит. Врачи же скорой помощи, они могут оказать первую помощь. А если с пациентом действительно что-то очень серьезное, они через очки виртуальной реальности могут подсказывать фельдшерам, что сейчас нужно предпринять. Я тебе больше скажу. Прямо сейчас я сижу вот в таких очках, и я вижу... Сканирай, сканирай. Какие у тебя есть проблемы. Где? Какие у меня есть проблемы? Во-первых, у тебя шипица на правом мизинчике. Шипица на правом мизинчике? Меньше надо было в кустах лазить, черт возьми. Потом остеохондроз на левом колене. Остеохондроз не может быть на левом колене. Гладя правое сказал. И под правой подмышкой у тебя, скорее всего, есть... Отложение солевые. На, кстати, отсканируй меня, что там у меня. Интересно, какое у тебя зрение? Я сейчас в линзах. У тебя маленький минус. А, значит... Я потерялась. Меня затошнило. Маленький минус. Один глаз минус два с половиной, другой глаз минус полтора. У-у-у! Ну ничего, такое бывает. Да. Хорошо, у японских врачей такого нет. Да. И мы продолжим после зарядки. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами я, тренер по прыжкам на батуте Анна Ступникова. И моя ученица Даша. Мы сегодня попробуем показать комплекс упражнений на различные группы мышц, которые вы можете выполнять у себя дома. Мы с вами сначала разомнем складочку, ноги вместе с положением сет на полу. И попробуем согнуть ноги, обхватить за пятки. Да, спину мы держим, не округляем, иначе вы упадете. И попробуем потихонечку выпрямлять наши ноги и задерживаться в данном упражнении. Даша, давай вместе одновременно. Раз, два, три. Молодец. А теперь старайтесь сделать это не резко, потому что вы можете перекатиться назад, как делает сейчас Даша. И потихонечку, плавно, медленно. И выпрямляем ножки. Плавно-плавно, держу-держу. Молодец. И теперь давай посчитаем, сколько мы с тобой задержимся. Готово? И раз, два, три, четыре. Хорошо. Мы перейдем к следующему упражнению. Также его можно выполнять дома. Мы поставим руки на предплечье, на локти. И попробуем также на стенку закинуть ноги и продержаться. В данном положении можно подвинуться ближе к стене. И также можно отрывать правую ногу и левую. И еще правую и левую. Ну и следующий пилотаж высший. Оторвать две ноги, да, и продержаться. Хорошо. Даша, молодец. Хорошо. Итак, друзья, зарядочку сделали. Продолжаем эфир. Кстати, ты сегодня зарядку делала? Да. Телефона или сама как-то? Сама всегда, каждое утро встаю. Невольно у меня зарядка. Значит, поднимаем руки, достаем кошачий корм. Опускаем. Так. Достаем, нагибаемся, достаем это черпачок для их корма. Открываем уже, да, как бы с усилиями. Уже все пошло. На трицепт, на сюда. Черпачок раз. Опять наклонились. Оп, насыпали. Черпачок два, насыпали. А потом все. У меня на райончике черпачок по-другому называли. Ты тут с утра получается черпачок раз, черпачок два. Что у тебя такое? И зарядка пошла. А я не скажу. Я думаю, самые, самые такие прошаренные телезрители, наверное, поняли, о чем идет. Ну, у меня маленькая, у них такая милая маленькая железная пипочка. Я так пук, насыпаю. Вот и вся моя зарядка. А потом штаны надень, кофту найди, это раз, два, три подхода, четыре, пять. Ну, в общем, пока ты летние все не выкинешь, чтобы зимние достать, я не все, не выделю время, чтобы навести уборку в шкафу. А нет ли у тебя желания, например, вот ты оделась, перед зеркалом ты стоишь, ну, вроде все. И вижу, кстати, ты сегодня подкрасилась, да? Я всегда подкрасилась. А, да? Ты хочешь быть сегодня колпом? Я просто очки протер свои до этого. Вот. Нет ли у тебя желания перед выходом сделать волну? Вот так вот. Нет. Нет? Никогда не было. У меня вот почему-то есть, у меня... Я впервые, когда научился делать волну, лет в 12, и я с тех пор всякий раз перед зеркалом, все, я оделся там или новое. Так, и как я буду смотреться с волной? И такой... Подумай хорошо об этом. У меня есть прикол всегда, если я вернулась, я не знаю, зачем это, я не сильно суеверный человек, но если я что-то забыла, вернулась, я обязательно в зеркало. Я вот немножечко не разобралась в этом, некоторые люди говорят, что нужно язык показать, если возвращаешься, какие-то говорят, что нужно просто улыбнуться. Я не разобралась, что нужно делать, поэтому я улыбаюсь, а потом язык показываю. То есть ты, когда что-то забыла, возвращаешься домой, ты такая, так, надо пройти, зеркало у тебя в коридоре стоит или в зале, или где-нибудь на кухне? Прямо висит на выходе. Висит для этих дел специально. Ты возвращаешься, такая... Да, да, да! Добавь туда волну, мне кажется, и вообще будет нормально. Ну я потеряю тогда много... А это твой личный ритуал. Оказывается так. У тебя новость какая-то интересная. Ну меня, кстати, в детстве учили, что если ты возвращаешься, нужно постучать по дереву три раза. По дереву во дворе. И куда-то там плюнуть, что-то такое. Про в миску кота. Например. Друзья, давайте посмотрим прогноз погоды. Надеюсь, что вот он, как Наталья говорит, будет прям хорошим. До января плюс 15. Вот тебе рецепт! Ты сегодня готовишь бумагу, да? Да. У нас здесь рецепт врачебным почерком написан, и что я сегодня готовлю. В общем, это какая-то вкусная некая закуска по мамуречкиному рецепту. Съедобные рафаэлки. Рафаэлки? Да. А то обычные-то несъедобные, да? Ну да. Такие, нет, я их назвала сытные рафаэлки. И к ним еще будет... А не с красной повязкой будут? Да. Донателки, рафаэлки, микеланджелонки. Да. И будет еще бризолька тоже с крабиком и сыром. Вот такая вот история. Ну здорово, тогда я уже, наверное, жду. И в целом, мне еще так же интересно, вот я знаю одна новость, которая у тебя произошла, возможно, и нашим телезрителям она интересна. Что у тебя новенького? Я купила машину. Машину купила? Здесь должны будут редакторы наложить аплодисменты, типа у-у-у-у! Вряд ли кто-то это будет заниматься. Что за машина? Что тебя подтолкнуло на это? Меня давно подтолкнула моя профессия, в которой мне нужна довольно большая объемная... А, ты купила большую объемную машину? Ну, не, мне не хватило на объемную большую машинку пока. Я купила такой, мини-микричек. Мини-микричек? Классненький. Да, маленький, красивенький такой, серенький. Я была уверена, что у меня не будет серой машины. То есть, классический пример, когда у девушки спрашивают, что за машина. Сузоки Солио. Микричек? А. О, Солио. Солио? О, Солио, мио, да. Так называется. Интересное название, что-то с солью связано. Да. Солио. О, прикольно. Это очень интересно, потому что сегодня у нас в гостях парень, который занимается... Изобрел Сузуки Солио? Почти. Такешик Макатана какая-нибудь, нет? После рекламы мы пригласим нашего гостя. Он максимально связан с автомобилями. Многие в нашем городе его знают, и ты в том числе. После рекламы. Приветствуем всех любителей вкусно перекусить. Это Есть Тудэй, и с нами наш постоянный партнер, группа предприятий Янта. Для тех, кто любит повкуснее. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Друзья, это Есть Тудэй, как вы могли догадаться. По-прежнему Илья Мороз в эфире, и сегодня Наталья зимняя. Зимняя, да, получается. Мы уже готовы пригласить нашего гостя. Да, я готов пошипеть немножко. Друзья, итак, внимание. Автоблогер, директор компании «Фокин Авто». Аплодисменты приготовил. Филипп Фокин! Нам заходит. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую. Привет, привет. Присаживаемся, да? Присаживаемся. Спасибо. Филипп, расскажи, пожалуйста, вот первый вопрос такой, немножечко не по теме тебя, но все-таки с автомобилем связано. Как автомобиль-то называется? Ты будешь разбирать сегодня мой автомобиль. На прошлом эфире, ты понимаешь, что он себе позволил? Он позволил говорить мне, что мой твой андроид, сегодня что с ним произошло? Ладно, не будем веселым. Давай, как с Олио? С Олио, Сузуки, Солио. Сузуки, Солио. Знаешь, что такое второе? Конечно. Хорошие? Очень даже. Какого года, кстати? Вполне достойно. Семнадцатый. Семнадцатый. Почти новый. Почти новый. Я очень хотела другую комплектацию, я хотела бандит, но он прям подороже. А знаешь, почему? Потому что ты к Филиппу не обратилась. Вот. О, мы тебе и бандита, если хочешь. Филипп мне предложил заказать, наверное, с Японии. И с Олио, и сахаролио, то есть, ну, вообще все в этого парня. И терчо. Сузуки терчо. Жаль, мне это такая машина. Ну, хорошая идея. Ну, мне не было времени ждать с Японии. Я была готова обратиться, но мне она нужна сейчас. Поэтому ты у перекупов взяла. Да. А надо у проверенных людей. Ну, рассказывайте тогда, Филипп, про себя. Филипп, рассказывайте. Именно про деятельность, насколько я знаю, что сравнительно недавно, наверное, может быть год, да, где-то? Ну, если вот в тех масштабах, которые сейчас, да, это относительно год-полтора. Так-то деятельностью ты занимаешься уже давно. Просто раньше это было как хобби и своего рода подработка, да. То есть, она была на втором плане, это основная деятельность. Сейчас это превратилось, то есть, все мое время уходит именно сюда, в развитие. В большую компанию. Насколько я знаю, чтобы преуспевать в какой-то деятельности, нужно лучше сосредоточиться на ней и ее плотно развивать. Все верно, все верно. Как ты к этому пришел? Всегда очень нравились автомобили, всегда увлекался. Даже с самого детства у меня коллекция. У меня была машинка. Ну, у меня их было очень много. Но не у каждого маленького мальчика, у которого была коллекция машинок, он стал в итоге директором компании «Fucking up». Да, ну, это все двигалось из года в год, то есть, потом уже свои машинки начали большие появляться, да, то есть, от каких-то простых… У меня столь появлялись, а все большие пошли. Вот, ну, и, в принципе, почему-то решил связать с этим своих детей. То есть, все получилось максимально сумбурно, быстро, и как-то я даже сам не понял, если честно. То есть, я не могу конкретно ответить на этот вопрос. Но оно так получилось, да. Да, да, я этому очень рад, на самом деле. Да. Видно, как прям глаза горят. Это здорово. Когда человек говорит о своем детище, это прям, ну, чувствуется и видно. Кроме того, как ты поставляешь автомобили, да, я так понимаю, на заказ, занимаешься еще и непосредственно автоблогингом. Расскажи про это. Ну, мы развиваемся в этом направлении. Да, вот это как раз произошло недавно, абсолютно, да, в течение, ну, полугода, наверное, мы начали снимать ролики длинные, короткие. Рассказываем про автомобили, которые мы покупаем для клиентов, также для себя. То есть, предлагаем их людям, которые, вот, как Наталья, не хотят ждать, да, автомобиль долго. То есть, мы предлагаем здесь уже имеющиеся автомобили в наличии и продаем их. Ничего, и перекупы, пожалуйста, и все нормально, и не страшно, и все хорошо. То есть, блоги проходят в формате обзора автомобиля, посмотрели, да, все интересные бонусы, фишки, комплектацию и так далее. Да, да, да. Очень классная вещь, на самом деле. Кстати, на Сузуки Солио нет желаний? Пока нет, но вполне, почему нет? Нет, на самом деле, когда мы выбирали вообще, какую машину, мы очень много посмотрели. И благодаря тому, что есть ребята, которые занимаются автоблогингом, нам это помогло выбрать, какую машину. Потому что мы думали и Toyota Tank, она тоже, ну, такая довольно объемная. И BB Toyota, и потом Солика смотрели, и Sienta. И вот благодаря тому, что есть ребята, которые, здравствуйте, сегодня я расскажу вам про эту машинку, действительно, намного проще было выбрать. На самом деле, не могу не согласиться, что многие предвзяты относятся к блогерской деятельности. Для чего, почему и как это делается? Но нет, это огромная помощь в поиске автомобиля для, мне кажется, любого россиянина, да, русскоязычного человека, который, так, мне нужно Солио, и какой лучше выбрать, например, да, там. Да, у них же разные комплектации. Причем, когда мы встали перед выбором действительно брать танк или Солика, мы даже на Ютубе нашли сравнение танка и Солио. Ну, как бы, пожалуйста. Для непросвещенных зрителей просто, ну, танк имеется в виду не большой такой с пушкой танк, а марка автомобиля, я правильно понимаю? Да, да. Просто я думаю, танк или БТР взять, Филипп сделал обзор на танк. Знаете ли, такая атмосфера сейчас напряженная, поэтому... Посмотрите, какая пушка. Да. Это все смешно, конечно. Ну, нет. Кроме Японии, насколько я знаю, есть еще какие-то страны, откуда можно заказать автомобиль? Да, одна из также ведущих стран, да, для нашей компании в первую очередь, это направление Южной Кореи. Вот. И в данный момент мы пытаемся выйти на рынок Китая, то есть китайские автомобили, которые тоже набирают большую популярность сейчас, но только у дилеров. Мы хотим как-то пытаться их тоже приводить. Интересно, а есть какой-то проходной год также или можно любого года? Абсолютно любые годы автомобиль, начиная с 2009-го. Просто там будет градаться уже по цене пошлины. Интересно, а как у них называются марки? Там Чунь-Чунь, Чунь-Чаник? Ну, примерно, да. Черри и так далее. Нормально, не хватает. Черри. Вот эти, да, всякие называются? Примерно, примерно. Черри китайские машины, да? Черри, да. Ну, Хавал. Хавал китайская? Да, 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 да. Хавал. Ну, нормальные машины, внешне они очень симпатичные. Всегда, кстати, было интересно, как они, ну, на... Как это слово сказать? По практичности? Да, да. Ну, вот это такой важный момент, который пока еще никто не знает. Видно, что человек начитанный сразу. Да. Молодец. То есть на этот момент никто не сможет 100% ответить, потому что машины новые. Вот именно эти модели, они все новые, и больших пробегов они еще не видели. Ну, и, соответственно, как они будут вести себя через года, тем более в условиях российского... В российских дорогах. Да, российских дорог, российских водителей. Здесь уже посмотрим со временем. На самом деле, это интересная тема. Я еще когда был у нас открыт Китай, ездил в Суньфунхэ постоянно, и видел там очень много потрясающих машин. Они какие-то были похожи на европейские, да, какие-то были своеобразные. Я молчу про такси, которые это вообще, что это такое, там ездила. Но, вот, которые премиум-класс автомобили, они очень красивые, они очень мощные. И вот, и я всегда думал о том, а почему мы не возим эти машины? Почему так было, Филипп? Честно, они начали просто вот, когда дилеры появляться у нас здесь, они начали выходить сами на российский рынок. То есть, они, Китай не хотел, ну, и не давал возможность, да, вывести свои автомобили. То есть, они сами свои автопром не развивали в направлении... Экспорта, импорта, да, вообще перевозок в другие страны и так далее. То есть, они пользовались сами, они брали идеи, вот как ты сказал, похожие, да, там, от других марок не буду называть, там, да. То есть, они как, условно, кроссовки понравились, да, например. Мы просто переименуем в Абибастом, да? Примерно, да, да. Ну, типа, BMW у нас будет BMW, 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 BMW. Что-то, вот, ну, примерно так, да, именно так и происходило. А сейчас они обособились от этого, они просто нанимают людей, которые сотрудничают, там, с европейскими, японскими, там, корейскими марками, дизайнеры по, ну, внешности, да, автомобиля. Они платят им деньги, они им придумывают что-то свое, и все, китайцы выпускают производство. Ну, свое, мне кажется, в любом случае, там, вдохновление происходит, да, от других автомобилей, наверное. Скорее всего, это Европа, да, или как, или больше все-таки? Основная масса, основная масса, конечно, приоритет идет на премиум-класс у них. БМВ, Мерседес. Все, да, ну, сделаем рекламу, да, этим, этим компаниям, ушедшим с российского рынка, да. Да, да, да. Корея. Там как давно именно был налажен экспорт автомобилей? Корейское направление открыто уже вообще давно очень. Я помню себя еще 14-летним подростком. Когда ты машинки катал? Ну, уже нет. 14 лет уже нет, да. Да, то есть я... Уже другое что-то катал. Я часто присутствовал на нашем автомобильном рынке, в Уссурийском, и уже тогда там были полные ряды корейских автомобилей. Я помню, что первое время они большим спросом пользовались, но потом за какой-то период они показали себя с не лучшей стороны, что они как-то... Такое тоже было, да, что в плане обслуживания запчастей были какие-то, ну, напряжения на рынке, да, и многие боялись, но на Запад, в западную часть Российской Федерации они уходили нормально. Но потом этот момент прошел, и сейчас как бы они уже... Да, в нынешней ситуации, вот когда в начале года, да, санкции и так далее, многие компании походили с рынка, естественно, все туда. Япония, Корея, Китай, Дубай, Казахстан, в те страны, потому что там можно купить любой автомобиль, который ты хочешь. Кстати, по поводу Китая еще такой момент. Мы приводили пример, там, кроссовок, там, Адидас, который стоит, там, 20 тысяч рублей, китайская подделка стоит полторы тысячи рублей. Похожа ли это ценовая политика на автомобильный рынок? То есть, похожая на BMW, автомобиль, там, у нас BMW стоил, там, 3 миллиона рублей, а там полторы тысячи приваний. Ну, тут и да, и нет, потому что, действительно, автомобили сейчас китайские, они не совсем похожи на то, что есть. То есть, они могут визуализацию какую-то взять, да, чтобы форма кузова была там где-то отдаленно похожа, но сейчас они действуют максимально целеустремленно, чтобы не зависеть ни от кого, и их машины выглядели абсолютно по-другому. И такие уже появляются. Индивидуальный дизайн. Да, да, правильно, правильно. То есть, поэтому сравнивать ценовую политику здесь не совсем точно получится. Я понял. Ну, все-таки, уже как отдельная единица. А есть ли возможность все-таки привести в какой-нибудь такой фейковый китайский BMW? Да, вполне, а почему нет? Я этим не интересовался, конечно, но это 100% можно будет. Он внутри, там, ты садишься, как в Запорожье, снаружи, там, все. Да, но ты включишь навигатор, а там пуньцов ми, то окей, ну, понимаешь? Илья, когда ты столкнешься с выбором автомобиля, покупки для себя, мы обязательно тебе что-нибудь подыщем подобного плана. Именно такой нет. Такой, я честно говорю, не хотелось бы. Мне просто вот интересно сугубо, насколько это возможно. Вот просто у меня до сих пор вот этот 2012 год в голове, когда я, наверное, последний раз был в Сунь-Чу-Хе, и я вот еду в автобусе, приезжаю и вижу все вот эти вот тачки, и мне хочется вот ее, ее, мне всегда казалось, что они стоят там копейки просто. И если мы их привезем, то что можно сделать? Будет очень интересно. Да, да. И их сейчас можно привезти? Конечно, конечно. Ну, то есть, как можно. Опять же, как я уже говорил в начале, в основном сейчас это занимаются дилеры у нас. То есть, Китай зашел, дилеры, автоцентры, все. Но у них сумасшедшая наценка, накрутка, особенно, опять же, в связи со всей ситуацией, санкций и так далее. И Китай, насколько у меня есть инсайдерская информация, да, они хотят забрать и закрыть дилеров, ну, по крайней мере, основную массу, и пытаться, как Япония и Корея, продавать напрямую людям. То есть, вот, допустим, таким, как я, ты ко мне обратился, я хочу. Ну, я, ну, пошли в Китай, условно, да, в интернете. В интернете, да, приобрели машины в Китай. Интересная тема, интересная тема. Предлагаю ее продолжить после небольшого рекламного блока на канале Телемикс. Друзья, это Ястедей. Мы продолжаем готовку наших прекрасных Рафаэла. Спасибо мальчикам, которые сказали, что мои Рафаэла такие же китайские, как машины Хавал. Мне очень приятно для них готовить. Ну, что ж, мы продолжим. Я душа подобрее, поэтому я попрошу Филиппа рассказать. Филипп, расскажите, пожалуйста, чем твоя компания, расскажите, чем твоя, да, как бы. Чем твоя компания отличается от остальных в городе? Потому что я знаю, что у нас много людей, кто предлагает такие же услуги. То есть, чем конкретно ты можешь выделиться? Расскажи, пожалуйста. Да, на самом деле, конкуренция достаточно большая, да, это ни для кого не секрет. Вот, мы выделяемся тем, что к любому клиенту, естественно, да, можем найти подход. Даже к такому, кто ничего абсолютно не понимает в автомобилях, даже бывают такие люди, кто не знает, какой автомобиль он хочет. То есть, поступают заявки. Алло, здравствуйте, у меня есть там миллион рублей, я вот хочу машину, какую, какую, не знаю. Ну, к примеру. Твоя машина сколько стоит? Ну, а зачем тебе это? Налоговая, налоговая. Налоговая, налоговая. Я тоже могу сказать, сколько она стоит. Давайте вы это обсудите потом. Вот, так вот, то есть, обращаются до людей, говорят, у меня есть энное количество денег, я не знаю, что я хочу. И, соответственно, здесь уже нужно выявить потребность человека, для чего ему автомобиль, то есть, большая ли у него семья, куда он будет ездить. Охотник, рыбак, просто на работу. Неудачник, да, 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 все верно. Неудачник. С большим расходом топлива, с маленьким. Ну, то есть, вот, такие наводящие вопросы, которые уже приводят к сужению круга по подбору автомобиля. Если это девушка, скорее всего, красненькая или зелененькая, да? Хотела красненькая. На самом деле, очень красная машина пользуется плохим спросом. Вообще, вот, за весь период времени, наверное, я привозил лично два, наверное, три автомобиля красного цвета. А каких? Ну, я так понимаю, что это... Стандартные цвета, как правило. Я так понимаю, что это, скорее всего, из-за того, что в случае чего будет сложно перекрашивать и так далее. Да нет, просто никто не хочет так сильно выделяться. То есть, красная машина, в головах многих, это спортивная машина. Но если это какой-то рабочий автобус, да, к примеру... Я очень не хотела серебряный цвет, потому что я уверена, что серебряный цвет цвет оградки. Ну, просто честное слово. Я ехала с уверенностью в том, что я сейчас куплю цветную машину, потому что я как раз-таки люблю выделяться. Я съездила у нас в городе, посмотрела красную машину. Она не в очень хорошем состоянии. Поехала в Владивосток, там были и цвет морской волны, и цвет морской звезды, и какие там только не было. Но они все довольно-таки пошарпаны. И минус, наверное, цветных машин в том, что на них любая вот косточка очень сильно видна. Поэтому я купила серого. Ну, очень практично. Серого какого? Ну, снежная королева, мокраслая. Снежная королева – это белый знаток, ты мой. Бывает, снежная королева такая сероватая. Старенькая, да. Уже когда март месяц, там, да, начинается. Да. Друзья, давайте посмотрим рубрику «Рисуем с вами» и продолжим нашу интересную беседу. Всем привет! Сегодня мы изучим технику, которая поможет развить глазомер. Это необходимо для того, чтобы видеть размеры предметов и их формы. В качестве учебного материала у нас сегодня будет вот такой кувшин. Для этого закройте один глаз. Держите карандаш в вытянутой руке. Совместите кончик карандаша с верхушкой объекта, а большой палец используйте для определения другого его конца. Не меняя расположение пальцев, переведите карандаш на другую часть кувшина и сравните размеры. Перенесите на свой рисунок. Таким образом, можно определить, сколько раз одни величины умещаются в другие. Также очень полезно оценивать размеры объектов в обычной жизни – на прогулке или по дороге домой. Не обязательно переносить результаты на бумагу. Можно просто смотреть и проверять, соответствует ли то, что мы думаем о пропорциях, тому, чем оно реально является. Обычно здесь случается много открытий. Итак, наш эфир продолжается. И очень интересный момент такой. У меня прям в голове вопрос стал. А какие на сегодняшний день самые популярные автомобили, которые заказывают люди? Вот по статистике буквально недавно подводили, да, какие машины, сколько там популярных. Вот прям недавно мы этим занимались, да. За последний месяц основная масса автомобилей, привезенных нашей компанией, это были минивэны и автобусы. С чем такая тенденция связана, честно сказать, сложно. Но люди целенаправленно заняты, говорят, у нас там большая семья, мы хотим вот большую машину. Что можете посоветовать? Ну и там уже, соответственно, от вариантов, то есть в основном это Toyota Wish, да, минивэнт, три ряда сидений, как бы комфортно располагать. Но? Да, ну это если уже бюджет более, ну побольше, да, автобус, высокий потолок, то есть тоже три ряда сидений, 8-7 мест. Толк черный обязательно. Обязательно черный, да, редко, но да. Вот, то есть степ-вагоны, Хонда, то есть достаточное количество автомобилей. То есть тенденция сейчас идет именно не на спортивные, не какие-то там другого формата автомобиля? Фактичные, большие автомобили. А именно большие? Да, с чем, опять же, повторюсь, этим связано? Ну, возможно, повысилась рождаемость как-то и у всех детей побольше стало. Все может быть, да, ну вот один мужчина, да, Санкт-Петербург мне звонил, говорит, у нас семья большая, детишек много, нам нужен автобус. А то есть у вас друг с разных городов, да? А вся Россия, то есть в Сочи постоянно машины отправляем, буквально недавно автовоз отправляли, Петербург, Мурманск, то есть вот Краснояр. А почему они не могут обратиться у себя? Ну, потому что я такой единственный хороший. Понятно. Ну, я так понимаю, что и не так легко у себя в Петербурге, в Москве, а тут непосредственно человек на местах примет с аэропорта, я так понимаю. Не с аэропорта, а с порта. С порта. Спарта-машину, да. С аэропорта вряд ли получится, да. Ну, если у тебя очень много денег, ты хочешь, чтобы твоя машина летела самолетом? Кстати, а можно самолет заказать? Ну, чисто в теории, конечно, грузовой самолет, то есть без проблем. И чисто в теории. Заказать самолет. Если ты покупаешь эту привоз за миллион рублей и заказываешь. Я имею в виду не автомобиль самолетом привезти, а именно самолет можно заказать? А, самолет привезти, ну, думаю, что нет. В теории? В теории можно, но думаю, что нет. Думаю, что за это не браться. Или там, а катер какой-нибудь. Да, водная техника до санкций, которые японцы тоже ввели в нашу сторону, так скажем. То есть спецтехника, трактора, экскаваторы, также водная техника, тира, гидроциклы. Все можно было абсолютно, но сейчас только определенные какие-то модели. Там есть свои таблицы, по которым какие-то можно привозить, какие-то нет. Я понял. Друзья, давайте после рубрики «Есть мнение». Мы уже, наверное, сами можем и поесть кое-что там Наталья наприготовила. Да? Да. Вернемся после нее. Всем привет! С вами ждем на рубрика «Есть мнение». В наше время все привыкли делать записи в телефоне. Но у меня есть пару знакомых, которые используют блокнот. Да и чего что-то иди, я время от времени иногда его использую. Мы решили узнать у посетителей торгового комплекса «Центральный», что же они все-таки используют чаще – блокнот или заметки в телефоне. Никуда, в своей голове держу. Телефон, все телефон, подсадили нас на эти гаджеты, мы уже забыли, как писать письма. Ну, я человек старой формации, поэтому у меня, если в записи это было, то блокнотики. Блокнот. Дети 70-х, 80-х. Привыкла по старинке. В телефоне. Это удобнее. В телефоне он всегда вот в руке, там заметки, конечно. В телефоне. Ну, удобнее. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Итак, друзья, мы в финале, в финале нашего эфира. Скажем так, доехали, да? Угу. Готовы попробовать, что нам сегодня приготовила наша замечательная, самая лучшая Наталья. Спасибо. Неверение Дмитриевну словечку. Вы пока пробуйте, а я расскажу, что это такое. Как я их назвала? Съедобные рафаэлки. Вот эта история. Это у нас... Да, сначала рафаэлки. Не вызывай на них какие-то доверия у них. Это была рецептура. Пробую рафаэлку, я пробую. Была рецептура очень простая. Вот то, что сейчас пробует Филипп. Это надо было... Это блин, да? Это надо было прям вот так вот, Илья, взять. Тогда бы ничего не рассыпалось. Съедобные рафаэлочки, в общем, коротко рецепт. Из сыра, которые вот эти вот маленькие сырочки, мы их натерли. Натерли крабовые палочки. Вовнутрь этого сырочка с чесночком засунули орешку, миндаль. И все это вот скатали из этого и все вот такой вот шарик подали. Как делать бирюзольку, думаю, все знают. Это просто жарится взбитое яичко на сковороде. И потом в него я тоже положила ту же начинку, что и вот в эти вот шарики замечательные. И это безумно вкусно. И тертый сырочек. Мне очень понравилось. Спасибо, Наташа. Вот так вот завернутое. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну и вкратце, друзья, мы так поняли, что Филипп у нас действительно профессионал своего дела. Если вам нужен автомобиль, хороший автомобиль от профессионала, то, собственно говоря, обращайтесь в контакты, мы все укажем. А также смотреть тебя где? В YouTube. В YouTube. Как найти, как называется? Fokin'Auto. Fokin'Auto. Это было Yes Today. Всем всего хорошего. Спасибо. Увидимся в следующих эфирах.